Попробуйте поэкспериментировать со своими друзьями. Встречаете вы своего друга и заведомо на расстоянии заранее вытягиваете ему руку с приветствием. А, привет, как дела? Он тоже, ну, таким довольно привычным движением протягивает руку, и его участок мозга, так как это делает он постоянно, и для него это движение привычное, уже начинает как бы заранее воспринимать тактильные ощущения своей правой руки, которая жмет вашу правую руку. Он уже готов, мозг, воспринимать эту информацию, и он ее ждет. И тут неожиданно вы своей левой рукой ловите его правую руку и ему показываете ее. У человека ступор. Его мозг приготовился обрабатывать одну информацию, а получается совершенно другую. И в этот момент, как ни странно, мозг человека развивается. Да, таким способом, говорят, можно себе тренировать память, то есть расширять сферы деятельности своего мозга. А о чем я хотел сказать, кстати? А, у нас сюжет как раз про это, про мозг и про память. Ну да. Галилео продолжает изучать секреты работы человеческого мозга. В исследовании вновь участвуют архитектор Иван и художница Мария. Молодые люди собираются пойти на выставку. Для Маши это очень важно, поэтому подготовке она уделяет особое внимание. Ваня, тебе какое платье больше нравится? Вот это или вчера, которое синее было в нами, помнишь? Мне все равно. Мне какое нравится. Тебе вообще, что ли, все все равно? Нет, Маша, мне все равно, в чем я буду. Я просто не хочу привлекать к себе. Сегодня мы выясним, что такое внимание. И зачем нам нужна многозадачность? Смотрите, как внимательно Маша разглаживает каждую складку. Но стоит ей на секунду отвлечься, художница обожгла палец. Наш мозг всегда расставляет приоритеты. Либо гладить, либо смотреть телевизор. Быть внимательным, выполняя сразу два действия, очень сложно. Проведем эксперимент. Этот молодой человек будет читать стихи, записывая их на бумаге. Дать жизнь на счастье, лав у меня. Как видите, испытуемый полностью сконцентрирован на поставленной задаче. Теперь прибавим звук телевизора, который находится в комнате. Смотрите, подопытному все труднее концентрировать свое внимание на стихах. Паузы увеличиваются. Скорость записи стихотворения резко падает. Появляются грамматические ошибки. Телевизор все больше переключает на себя внимание. Через минуту испытуемый перестал писать. Теперь он полностью сосредоточен на телепрограмме. Получается, что одновременно выполнять разные действия действительно сложно. Когда Маша наконец собралась, и молодые люди спустились к машине, девушка вспомнила, что забыла в квартире свою сумочку. Мы опаздываем. Подожди, девушка. Ой, сумку забыла. Маша! Иван вынужден возвращаться. Заходя в квартиру, он обнаружил, что рассеянная Маша плюс ко всему не закрыла на ключ входную дверь. Маша! Почему же многие люди настолько рассеяны и невнимательны? Часто это говорит всего лишь о том, что какой-то внутренний мир, какие-то внутренние процессы для человека намного интереснее, намного более захватывают его, чем какая-то вот эта бытовая повседневность, очень обыденная, малоинтересная. По дороге Маша продолжает прихорашиваться и красит губы прямо за рулем. Ты могла бы не делать этого за рулем? Вскоре ситуация повторяется. Правда, теперь Маша отвлекается на телефонный разговор. Девушка ведет машину и беседует по телефону, то есть делает сразу два дела. На каком из них сейчас сконцентрировано ее внимание? Внимание наше можно представить скорее не как светящуюся лампочку во все стороны, а скорее как лазерный луч. Другое дело, что у людей оно редко бывает такое дисциплинированное, и оно быстро перескакивает. Например, почти невозможно, скажем, смотреть на секундную стрелку в течение одной минуты, чтобы внимание ваше не перепрыгнуло на что-то. Выполняя два действия одновременно, мозг с огромной скоростью переключает внимание с одного на другое. Именно переключает, а не рассеивает. Концентрироваться сразу на нескольких действиях невозможно, ведь нельзя смотреть сразу и вправо, и влево. Можно лишь быстро вертеть головой. Возьмите лист бумаги, два карандаша и попробуйте одновременно одной рукой рисовать круг, а другой — треугольник. Ничего не выходит. Рисовать фигуры получается только по очереди. Чтобы одновременно чертить разные элементы, скорость переключения нашего внимания должна быть в десятки раз выше. Считается, что Гай, Юлий и Цезарь мог выполнять сразу пять разных дел. Это не совсем так. Просто римский император обладал исключительной способностью невероятно быстро переключать свое внимание. Тем временем Иван и Маша бродят по улицам, потому что никак не могут найти адрес галереи, где проходит выставка. А может быть, нам со двора зайти? Но, похоже, нашим героям придется поменять планы. Держите его, держите! Он украл мою сумку! По просьбе девушки Иван мгновенно бросается за преступников в надежде вернуть украденную сумку. Пока архитектор отчаянно догоняет вора, Маша пытается успокоить несчастную девушку. К сожалению, поймать преступника не удалось. Наши герои решили дождаться приезда полиции, чтобы дать свидетельские показания и помочь найти вора. Через несколько минут, когда прибывший полицейский попросил Ивана вспомнить приметы преступника, архитектор не смог ничего сообщить. Несмотря на то, что Иван несколько минут преследовал грабителя, он не запомнил, как выглядел злоумышленник и во что тот был одет. Мужчины, которые заботятся о том, чтобы быть одетыми просто тепло и удобно, они при встрече с кем-то навряд ли будут обращать внимание на такие вещи, но, соответственно, их и не запомнят. Зато Маша без труда воспроизводит словесный портрет похитителя. Поразительно, но она подробно описывает приметы человека, которого видела всего несколько секунд. Луч внимания у женщин шире, чем у мужчин, поэтому они могут увидеть всю картину целиком. За наше внимание отвечают оба полушария мозга. Правая помогает вовремя замечать опасные ситуации. Левое полушарие активно работает, когда мы ищем номер нужного дома. Активность полушарий сменяется каждые две секунды. После того, как улеглись страсти, молодые люди продолжили поиски галерей. Вот если мы с той стороны повернем, мы придем. Пойдем, пойдем. Зайдя в выставочный зал, наши герои неожиданно оказались в центре внимания. Вычурное платье Маши явно бросается в глаза. Наше внимание устроено так, что среди одинаковых объектов мы моментально выделяем те, которые отличаются от остальных. Разодетая в меха Маша как раз стала таким объектом. Далеко не всем нравится пристальное внимание. Смущенная девушка предложила Ивану уйти. Молодые люди решили сразу отправиться домой. День сегодня был насыщенным. И они порядком устали. Алло. Да вы что? Как я рада. Не стоит благодарности. Я рада, что помогла. Всего доброго. А кто это звонил? Та девушка, у которой украли сумку. Они нашли вора по приметам, которые я сообщила. А ты говоришь, я невнимательная. Маша, аккуратненько, классный! А действительно, ведь свою концентрацию можно натренировать. Ну сравните, вот вы впервые сели за руль и поехали просто по двору кататься. Какая была ужасная концентрация, как вы волновались. И потом, спустя там пять лет, вы сели, и сто километров проехали, и не заметили. Также это можно проверить дома, взяв, например, зубную щетку в непривычную для вас руку и начать этой рукой чистить зубы. Вам предстоит просто фантастическая концентрация для того, чтобы зубной щеткой не проткнуть себе глаз. И вы поймете, как на самом деле это сложно чистить зубы. И как сложно сконцентрироваться в непривычных условиях.